Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это краткий выпуск новостей касаемо The Isle of Rima. Разработчики вернулись с новогодних каникул, очень неожиданно, на мой взгляд, и буквально вчера они выпустили патч для решения проблем со списком серверов, их неудачными попытками подключения частотой появления искусственного интеллекта и сбоем на стороне клиентов серверов, а также других рядов причин, с которыми столкнулись игроки после выхода зимнего обновления. Не будем о них. Обновление у меня сначала было аж 2 гигабайта, потом еще почти в полтора. Особого различия я пока не заметил, думаю, все с вами скоро посмотрю на ближайшем стриме. Но я заметил, что коннект к серверам официалам и неофициалам стал куда лучше, чем было. Правда, пару вылетов у меня было, не буду скрывать, но думаю, это до конца никуда пока еще не исчезнет. Где-то все равно будут подводные небольшие камни. Интересно, все ли остальное так гладко, как бы хотелось нам? Пишите комменты, почитаю. Да, все-таки разработчикам удалось починить коннект к серверам, а также добавили пару функций в меню. Кнопка Favorite заработала. Чтобы добавить сервер в избранное, нужно выбрать сервер и нажать кнопку. Сервер будет помечен звездочкой и в списке будет отображаться первым. Добавлена возможность просмотра статистики вашего динозавра, который находится на сервере. Вот это самое крутое. Добавлен раздел History. Тут можно узнать, какие сервера вы посещали. Это все очень и очень забавно, на мой взгляд, и очень удобно. К сожалению, боты Тенонта пока отсутствуют как элемент. Погода на карте, эти резкие смены дня и ночи, как их называли, внезапные туманы и прочее, исправлены. Хоть по глазам теперь бить не будет. В принципе, времени прошло совсем мало, и многие думали так же, как и я, что на все это потребуется больше времени. Но тем не менее, по меркам Эврима, а вы ее знаете как свои пять пальцев, произошло достаточно быстро. Теперь ждем остальных небольших правок, которые еще требуется дополнить в игру. Также спешу сообщить, что за время каникул небольшой состав команды занимался некоторыми наработками будущих мутаций. Как они будут работать, до конца неизвестно. Они уже менялись два раза, так сказать, в плане производства. Ведь мутации должны прийти вроде как в этом году. Точной даты у меня нет. Также, они сделали несколько наработок или анимаций для мейозавра. Надеюсь, стримы Брайана Филлипса совсем не за горами. Что еще хочу дополнить напоследок. Многие хотели, чтобы динозавры, простите, какали. Как в игре Кайнозоик Эра, вроде бы тогда, где тигры, львы и слоны откладывают кучу навоза в тропиках. Так вот, господа, вы этого дождались? Да, динозавры в Эврима в будущем будут какать. Они это реализуют, но не скоро. Как-то так. А пока что на этом все. От себя хочется всех поздравить, ребят, с Рождеством и пожелать каждому добра, счастья, мира и любви в ваших домах, семьях и близких друзей. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima.